Как можно избавиться от здоровья? Есть такие слова у святого Анатолуста. Он пишет. У нас есть вопрос, давайте слаботься обиднее. Итак, вопрос, массовое целование. Откуда это человек? Откуда это? Ама! Ама! Молитвы за живых некрещеных И прежде всего обратимся к Священному Писанию И сразу надо признать, что прямого указания или прямого ответа на этот вопрос в Священном Писании нет Но есть косвенные цитаты, которые людьми понимаются по-своему Например, в послании к Тимофею апостол Павел пишет, что «Бог есть спаситель всех человеков» Исходя из этих слов, люди делают вывод, что если Бог есть спаситель всех То значит, Он есть спаситель и некрещенных людей Действительно, Бог есть спаситель всех людей Но это не говорит, что все люди спасаются Представим человека, идущего в храм По дороге он решил зайти в дом, где находятся его друзья И пригласить их присоединиться к нему В результате некоторые пошли в храм, а некоторые отказались и остались в дом Видите, пригласивший пришел в дом ради всех Но его приходом воспользовались только те, кто послушался и пошел в храм Вот так и надо понимать слова апостола Павла Господь пришел для спасения всех людей Но его призыв принимают, к сожалению, не все Очень многие люди любят ссылаться на пример благоразумного разбойника Вот, мол, он не был крещен, обратился к Богу с просьбой А Господь его, некрещенного, ввел в рай Люди продолжают логическую цепочку Значит, и церковь может молиться за своих некрещенных умерших чад И Господь по молитвам церкви примет всех в свои объятия На самом деле аргумент очень странный Во-первых, благоразумный разбойник не был язычником Он был иудеем То есть уже по факту своего обрезания разбойник, как иудей, входил в завет с Богом И знал, по крайней мере, основные истины Бога откровенного закона Хотя, может быть, и не следовал им в жизни Во-вторых, согласно евангелисту Луке Он веровал во Христа распятого Назвал его Господом И к нему сам обращал мольбу о спасении Поэтому, каким образом этот пример может быть доказательством Возможной молитвы о некрещенных, я не знаю Вообще, людскую боль и сострадание По смертной участи своих близких Можно понять И многие люди именно этим и объясняют причины По которым церковь обязана молиться за накрещенных людей У меня болит душа за своих близких Пусть они даже и некрещенные, говорят люди Неужели, если они некрещенные, то только поэтому нельзя поминать их в наших церковных молитвах? Да, действительно, во времена воинствующего атеизма В нашей стране много людей выросло и умерло некрещенными И их верующие родственники от всего сердца желают молиться об их упокоении Скажу даже больше Такое по-настоящему искреннее желание привело к антиканоническому Почитанию святого мученика Уара Память которого церковь празднует 1 ноября В народе бытует мнение, что этот святой является особым защитником И покровителем некрещенных людей Поэтому именно ему надо молиться о своих некрещенных родных и близких Сразу скажу, что само по себе такое избирательно-потребительское отношение к святым В корне является неправильным Святые – это не узкоспециализированные духовные помощники Неужели вы и вправду думаете, что если я обращусь к святому Николаю И попрошу в своей молитве помочь мне в борьбе с болезнью И он мне не поможет лишь потому, что это не его сфера и не его компетенция Жизнь Бога и жизнь святых – это не наша с вами жизнь Ни в коем случае нельзя смотреть на духовную жизнь святых сквозь призму нашей жизни Поэтому сама мысль о том, что мученик Уар является единственным из всех святых помощником И покровителем некрещенных уже является неправильной Кто-то может сказать, простите, но ведь в богослужебных текстах этому святому прямо написано Что он неверных освобождает из ада Да, написано Но это не уставная служба мученику Уару Которая, слава Богу, с 2018 года больше не печатается в новых изданиях Минеек Дело в том, что 1 ноября или 19 октября по старому стилю В старых Минеях приведены две службы мученику Уару Уставная и неуставная Первая, на которую указывает типикон, составлена вполне привычно и традиционно Святой мученик прославляется вместе с пророком Иоэлем И главный мотив богослужения Мы просим Господа по молитвам мученика Уара Исправить нашу греховную жизнь Вторая же служба, о которой типикон вовсе не упоминает Имеет старообрядческое происхождение Причем не просто старообрядческое, а именно беспоповское Каким образом эта служба попала в наш имене, сейчас сложно сказать Но важно то, что из-за таких текстов у людей малоцерковных Создается впечатление, что не обязательно принимать святое крещение Или быть членом церкви Достаточно лишь молиться мученику Уару Поэтому однозначно скажу, такое отношение к почитанию святого мученика Уара Недопустимо и противоречит нашему церковному вероучению и преданию Что же касательно самого желания не оставить душу некрещенного умершего без молитвы Здесь скажу, что наличие такого желания уже говорит о том Что слава Богу, мы не черствуем И нам не безразлична судьба наших близких Но Будем честны Зачастую Взрослый, некрещенный человек в нашей православной стране Не крестится либо Либо по твердой атеистической, еретической, раскольнической или языческой убежденности Либо по особому леностному нерадению, неврежению о своей душе Поэтому, кто от кого отворачивается, это еще сложный вопрос Ведь Бог ни от кого не отворачивается Мы все, поверьте, одинаково для Него дороги и небезразличны Он действительно спаситель всех, но всех тех, кто это принимает, кто этого сам желает Но самое главное, как бы там ни было Личную, домашнюю молитву никто никогда не отменял Надеюсь, я ответил на вопрос, поставленный в прошлой передаче Ждем ваши вопросы, комментарии Спасибо всем вам за внимание Всего доброго И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok